Привет, мои прекрасные зрители! Я продолжаю свой рассказ про мою болезнь с апоплексией яичника и как, значит, я с ней справилась, вообще как я ее диагностировала. Первое видео на этот счет, как вообще все происходило и как я попала в Боткинскую больницу, ссылку на него оставлю в описании и где-то здесь оставлю значочек. Так что переходите, смотрите, мало ли кому-то понадобится. Потому что болячка серьезная. Так вот, еду я в карете скорой помощи, звоню родителям сказать, что меня забирают в больницу. И, ну, чтобы они там не волновались, что если пропадет связь, то я чуть позже выйду, потому что заряда осталось совсем мало. Так вот, привозят меня в Боткинскую больницу. Аллилуйя, так случилось, что назначили Боткинскую. В приемный покой. Там, значит, я была очень удивлена, потому что когда-то я работала в Депздраве и работала с мониторингом и реагированием. И помню кучу, куча вообще было вопросов и негатива в интернете о том, что в больницах вообще на людей всем все равно. И, значит, все такие негодяи, всех бросают. Так вот, я приезжаю в приемный покой Боткинской больницы, в 22-й корпус. Меня прям на входе встречает дядечка-доктор. И, значит, очень мило у меня спрашивает, там, что произошло. Значит, есть ли у меня с собой паспорт и страховой полюс. Вот, все это у меня берет. А, даже, нет, было не так немножко. У меня девушка из скорой помощи попросила паспорт и страховой. Сказала, посидите, пожалуйста, вот здесь. И пошла меня оформлять. Я думаю, вот это сервис, вот это обалдеть. И дядечка этот подошел ко мне и спросил, значит, что со мной происходит. Когда меня оформили, девушка, значит, из скорой помощи, спасибо ей большое, 116-я бригада скорой помощи Пучковой, это вообще супер. Все сработали, мне очень понравилось. Вот, и, значит, она меня провожает в приемное отделение. Там все по электронным карточкам, просто так не войти, не выйти. Значит, проводит меня в приемное отделение и говорит, вот, посидите здесь. И пошла там с кем-то что-то обсуждать, видимо, сдавать меня из одной организации в другую. И говорят, ну все, на этом моя работа закончена. Теперь я вас передаю в Боткинскую больницу врачам. Дальше они вас тут проведут. Я сижу, жду. Меня, значит, вызывает молодой красавчик-хирург. Я сижу, думаю, вот это вообще врачи. Все время думаешь, что в больнице одни бабульки и дедульки. А тут красавчик-хирург высоченный, красивучий. Я думаю, ух, все, я пропала. Остаюсь здесь навсегда. Так вот, я ему, значит, рассказываю анамнез моего заболевания. Он говорит, хорошо, сейчас отправлю вас, значит, по всем врачам, чтобы вас проверить. И тут ко мне приставляют, или даже не представляют, не знаю, как это назвать. Но, в общем, в Боткинской больнице есть такая медслужба, как мне показалось, в серой форме женщины, которые прям вот чуть ли не за руку меня водили, чтобы я не заблудилась от хирурга. Потом меня повели в кардиологию сдать кровь. С меня слили 4 пузырька крови, прям из вены брали на всякие разные анализы. Потом, значит, сделали мне рентген и повезли, и не повезли, отвела меня эта женщина на УЗИ. Такого УЗИ мне не делали никогда. Я, конечно, была в шоке, потому что я захожу, мне говорят, ну, раздевайтесь, снимайте все, кроме бюстгальтера, и ложитесь. И мне сначала от груди, ну, под грудью, грубо говоря, верхняя часть, там, ребер средняя, до паховой области, УЗИстка женщин, УЗИст, УЗИстка, если без феминитива, а нормально. В общем, доктор, делающий мне УЗИ, со всех сторон, просто все тело мне, она проверила сверху вот этим аппаратом. Сказала, что у меня там повышенный холестерин. Уж как она это узнала без анализов, я не знаю. Но сказать, что она была права, она как-то это по желчному пузырю, по каким-то там параметрам выяснила. И я говорю, да, действительно, у меня повышенный холестерин низкой плотности, я вот несколько месяцев сдавала именно на него анализ. Она говорит, ну, нужно за ним следить. Я говорю, хорошо. И потом она, значит, изнутри меня тоже посмотрела и говорит мне такой диагноз, что у вас не с кишками проблема, а по гинекологии у вас жидкость в малом тазу. Я говорю, окей, а что мне с этим делать? Она говорит, ну, я вам не скажу, что с этим делать. Сейчас вам еще предстоит пройти гинеколога. И, значит, она скажет уже, что делать. И я пошла к гинекологу. Кстати, мне еще брали кровь на ковид. И гинеколог, в общем, мне потом об этом скажет. Так вот, прихожу я к гинекологу. Прекрасная женщина меня отправляет снова на гинекологическое кресло. Смотрит. Потом смотрит результаты УЗИ, там, кардиологии, флюорографии и всего чего только можно. Всего ТО, которое мне сделали в Боткинской больнице. И говорит, ну, у вас жидкость в малом тазу, это, конечно, вообще не очень хорошо. Я говорю, ну, а что это значит? Она говорит, ну, это значит, что у вас внутри, в животе разлилась кровь. Скорее всего, мы не видим, и никто вам не сможет сказать, без скрытия кровь это или что-то другое. Но по вашим результатам я понимаю, что у вас апоплексия. И я сразу, типа, ну, а что с этим делать? Она говорит, ну, что с этим делать? Я хочу вас оставить у себя в гинекологии до завтра хотя бы. Вы как? Согласны? И тут у меня уже второй такой дабл-чек. Даже получается третий. То есть сначала у меня хирург спросил, а готовы ли вы на гинекологическую специализацию. Потом девушка из скорой спросила, вы вообще там не сбежите никуда. И тут еще врач-гинеколог спрашивает у меня, что готовы ли вы остаться? Я говорю, ну, конечно, если вы, доктор, говорите, что надо, значит, я останусь. Потому что, ну, я-то вообще в этом не шарю. Я могу таблеточку выпить, которую вы же посоветуете. В общем, оставила меня в гинекологии. Я ждала примерно два часа результаты ПЦР на ковид, потому что без этого результата, ну, не могут меня принять. Потому что, мало ли, я там перезаражаю всех. Результат ПЦР-ки пришел отрицательный. И меня отправили в Боткинскую больницу, в гинекологическое, в 22-е отделение. Значит, в стационар до завтра. И поднимаюсь я туда. Ну, меня опять сопровождает барышня, которая водила меня в приемном отделении между кабинетами. И, значит, она сопровождает меня в отделение. Сдает женщинам, значит, врачам, медсестрам в гинекологическом отделении. И меня провожают в палату. Время уже где-то около семи, наверное, вечера. Я прихожу в гинекологическую палату. Мне говорят, пожалуйста, располагайтесь. И я смотрю, там в палате три человека вместе со мной. Палата, кстати, классная. Я не знаю, если я там в эмоциях сняла ее или нет. Но если сняла, я где-то здесь пущу видеоролик, чтобы было вам видно. А так, расскажу голосом. Значит, чистая палата с высоченными, мне кажется, четырехметровыми потолками. Кондиционер, три кровати. Такие пластиковые, космические, все новое. Классные матрасы, чистенькое белье, холодильник стоит. И две девчонки там уже лежат. Я, значит, с ними сразу познакомилась. Говорю, девчонки, вот у меня там телефон сдох. Плохо ему. Может быть, у кого-то есть переходник со шнурка, который у меня был, на 220, чтобы я подзарядилась. И девчонки, там вот она лежала, молоденькая, чуть-чуть младше меня, 31 год ей. Она говорит, да, конечно, вот держи, значит, зарядку. Заряжайся, сколько нужно. И я вставила телефон на зарядку, зарядила его. Сразу же позвонила там маме, пампе, всем друзьям. Потому что я в этот день собиралась ехать на дачу. У моей подружки как раз в пятницу, 9 июля был день рождения. И мы собирались меня на даче отмечать. Но я говорю, слушайте, я до завтра остаюсь здесь. И завтра меня, наверное, выпишут. И я возьму, соберу свои вещички и приеду, значит, к вам дальше отмечать день рождения. И снова очередные 10 минут я прекращу это видео. И следующую часть своей истории про Боткинскую больницу расскажу уже в следующем видео. Ну а пока, будьте со мной. Ссылка на следующее видео и на предыдущее будет в описании к этому видео. И где-то здесь я сделаю еще одну меточку. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...